АллахУ, 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 Кожущуюся Л United. Салта и ва саляму аля Мухаммадин и аля алихи сахбихα.» Сегодня продолжаем тему «Сиры». Мы дошли до самого «Мавлига» и, pessoal начнем. Первое, а это относительно вопроса, сколько времени посланник Аллаху алейху ассалям, или его мать, несла его в животе, сколько времени, сколько месяцев она его несла. Приводится в большинство преданий, которые пришло, она была беременна 9 месяцев, как и все. Некоторые предания проходят от 6 до 7-8 месяцев, то есть много преданий этого вопроса, сколько месяцев она была беременна, и большинство того, что сказано, это 9 месяцев. И медицина на это указывает, что в среднем женщина несет это 9 месяцев. Однако у альама, как в вопросах фикха, упоминают, что минимум женщина бывает 6 месяцев. Минимум 6 месяцев женщина бывает беременна. Максимум мнения, которое дошло в исламе, мнение, это 7 лет. То есть беременность до 7 лет доходит, это как бы исключение, может. Есть мнение 6 лет, есть мнение 5 лет, есть мнение 4 года, есть мнение 2 года. То есть все эти мнения существуют в исламе. На чём они основываются? Все эти мнения основываются на практике. С тем, чем столкнулись. Тот учёный, который говорит 5-6-7 лет, он говорит то, что услышал. То есть это не основывается на хадисе. Само как беременность, как она протекала, то в хадисах пришло то, что Амина сказала, мать посланника Аллаха сказала, что беременность моя была очень лёгкая. И как пришло в одном хадисе, посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям, сказал, это из чудес, то, что моя мать мне несла без никаких проблем. Мы знаем, бывают проблемы, токсикозы, проблемы у женщины сильные бывают во время беременности. И в одном хадисе пришло то, что она сказала, мне было очень легко. И как она узнала, что она забеременела, из преданий тоже передаётся, то, что когда у неё цикл остановился, прекратился цикл женский, она почувствовала, значит, тот момент, что она уже беременна. И в одном из преданий пришло то, что она сказала, мне очень тяжело было нести посланника Аллаха, салли Аллаху, беременность тяжело прошла. Значит, мы видим, в одном предании говорится о лёгкости, в другом предании говорится о сложности. И сама лёгкость беременности, на самом деле, ни на что не указывает. Нет, если даже мы скажем, да, мать посланника Аллаха, салли Аллаху, его несла без мучений и проблем. Это не указывает на чудо. Потому что мы прекрасно знаем, есть женщины, точно так же им легко бывает беременность. Поэтому он не может быть как аргументов, что это чудо. Тем более пришли хадисы, указывающие на то, что ей было тяжело. Некоторые у ляма говорят, это, быть может, какой-то период ей было сложно, какой-то период было легко. Как это тоже известно, начальные месяца бывает им сложно. У кого как. И поэтому это всё не указывает на так-такую, как чудо. Однако, что мы с этого пользу, какая польза будет узнать, ей тяжело было беременности, не тяжело было беременности. На самом деле, такой пользы нет. Хоть и все эти предания, они слабого, учёные за слабость говорят этих преданий. Но в каких-то местах мы можем пользу получить, быть может, в дальнейшем мы наткнёмся на эту пользу. Также здесь надо упомянуть то, что мать посланника Аллаха, первый раз была беременна на посланника Аллаха, и после этого никогда тоже не беременела. Он был единственным. Потому что есть хадис, и этот хадис учёные сказали слабый. То, что посланник Аллаха не был единственным. Нет, на самом деле, он был единственным, это мнение большинства учёных. то, что посланник Аллаху, салли Аллаху, она единственная его только несла, а после уже нет. То есть единственный был, значит, посланник Аллаху, салли Аллаху, алейхи вассалям. Что касается вопроса, а это дня его рождения, самого дня, когда она его родила. Или, вернее, скажем, какой год. В первую очередь, скажем, год, и как Ибн-Ульдир сказал, Ибн-Ульдир тоже, Джумхуру Аль-Аман о том, что это был год филя, слона. Мы помним ту историю об Абрага, который хотел разрушить Каабу. В этот год он родился, по мнению большинства ученых. И это было в случае со слонами, как мы сказали, много преданий, от приблизительно 50 дней до рождения посланника Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям. Значит, этот год был соответствующим годом 571 году. 571 год был год слона. То есть год слона не имею в виду как гороскоп, да? Это случаи со слонами, то, что произошло. Что касается месяца, то, по мнению большинства ученых, это Раби-юл-Аваль. Есть менее месяц Рамадан, то есть два мнения. И большинство ученых это Раби-юл-Аваль. Что касается дня, то вопрос дня, по мнению большинства ученых, это 12-й. 12-й день Раби-юл-Аваль. Однако, как мнение в этом вопросе очень много мнений. Как ибнукасир упомянул, оно доходит приблизительно почти до 10 мнений этого дня. Значит, один из дней это второй день у нас, Раби-юль-Аволь. Второе мнение, восьмой день. Третье, девятый. Четвертое мнение, десятый. Пятое мнение, двенадцатый. Шестое мнение, семнадцатый. Седьмое мнение, двадцать второй день. Значит, что касается всех этих мнений, ни в одном достоверном хадисе не пришло какой день конкретно. Это все ичтегады, основываясь на слабые хадисы. Что касается девятого дня, то это астрологи, это они уже отталкиваясь, потому что нету достоверного хадиса, и они попытались какой-то свой ичтегад сделать, и они посчитали, что это девятый день был. И говоря о дне рождения посланника Аллаха, в конкретный день, мы знаем, что смерть посланника Аллаха, была почти, наверное, если не ошибусь, это большинство мнений ученых, двенадцатого Раби-юль-Аволь. То есть двенадцатый Раби-юль-Аволь, который Маулит отмечает, который в этот же день был смерть. И здесь на самом деле, как аргумент, можно спросить просто, почему вы отмечаете его день рождения, если тот же самый день он и умер? Почему не идет процесс похорон? Это тоже как из вопросов, потому что в этот день они отмечают Маулит, тот же день он и умер. Это же и печаль тоже. Если человек скажет, что нам велено было праздновать дни, то же самое нам в шариат узаконил, что есть дни, которые мы должны, как бы, скажем, соболезновать. И это печальный день тоже, как и милость, и печаль тоже здесь пришло. Из-за этого почему день такой сделан радости? И потом второе, а в чем, скажем так, если, как мы согласились, что это придумано, сам этот процесс Маулина, можно также им и сказать, а что же не придумать, отталкиваясь вашим мышлением, придумать то, что полдня можно праздновать, а полдня можно печалиться. Или полмесяца праздновать, полмесяца печалиться. Потому что в этой же месяце он и умер. Аллаху али. Так, значит, у нас получилось, мы видим, то, что большинство все равно сказали, как и внук Асир говорит, то, что это двенадцатый рабель ауоль, хоть это всего лишь ичнигадаты ученых. Аллаху али. Что касается места, где были сами эти роды, то у ляма там разногласится, в каком именно доме, недалеко от Каабы, от Софа, от Дубнининия идет то, что это именно там было. Также в другом мнении то, что это было Даруль Каина, Фи Чааби Баню Хашин. Мнения разные в этом вопросе, в каком именно доме. И здесь я бы хотел остановиться в одном из вопросов. Я думаю, это интересный вопрос, потому что сегодня мы с этим сталкиваемся. Посмотрев на те роды, которые были у матери, поста Николая, саллиллаху алейхи вассалям, честно сказать, я не наткнулся, чтобы кто-то ей принимал роды. То есть получается, с контекста в том, что она сама себе приняла роды. То есть там не был доктор, или тем более, как сегодня, большие процедуры. Это указывает на то, что в те времена женщины сами себе принимали роды. В те времена женщины, которые имели небольшой опыт, помогали в этом. Это очевидно. Потому что на самом деле это естественный процесс. Аллах заложил это. Точно так же, как женщина не нуждается, когда какие-то другие процедуры делает, так же она не нуждается в этом. Кроме как, конечно, здесь есть опасности, и поэтому нужно брать причины максимально, те, которые женщины опыт имеют, чтобы помогали. К чему это указывает? То, что на то, что сегодня у нас происходит, вопрос, если женщина беременна, там просто очень большие процедуры происходят. Ложатся на сохранение. Потом, как происходят сами роды. Указывая весь этот разговор на вопрос с больницей. То, что, как бы, есть стороны, которые порицают, чтобы делали дома эту процедуру. Есть стороны, которые говорят, нет, только дома должны, больницы нельзя. А есть, говорят, только в больнице дома нельзя. В Аллаху Алим, я считаю, это несправедливо, когда только вот так говорят. Так нужно только дома. Или в больнице. На самом деле, справедливость, я считаю, в том, что там, где боли, лучше, чтобы там были эти роды. И соответствовали шариату. Значит, должно быть соответствовать шариату. И чтобы действительно была польза в процессе родов. Если мы посмотрим, что происходит в больнице. Происходит в больнице много вещей, которые противоречат шариату. Если конкретно говорить, в больницах принимают роды мужчины. Первый аспект. Второе. Если там даже будут женщины принимать, то давайте посмотрим, как они принимают. Они раздевают полностью до гола женщину. Это нельзя так делать. Зачем ты полностью человека разделал? Оставь то, что тебе не нужно. То место, которое тебе нужно, возьми, сними. Это противорит шариату. А у медиков сегодняшних, сегодняшних медиков, у них нету правила шариата. Когда их учат книги, медицине, там не написано. Когда они условия пишут, там не пишут никогда, учитывая шариатовские условия. Там такое никогда не бывает раздела. А вот здесь нужно так, потому что что-то не противоречит шариату. Им безразличен этот шариат. Поэтому они полностью разденут твою жену. Ладно. Чест скажет, есть места там, где они разденут. Хорошо. Но мы согласимся, то что во время процедуры этих родов, сколько женщин заходит. Любой доктор может зайти и смотреть на это все. Ведь по шариату, если человек открыл оврат, необходимо, чтобы только, чтобы это происходило, в рамках шариата, и это столько, сколько необходимо, чтобы было. Но не переходили, чтобы границы. А здесь уже, получается, переходят границы, любой заходит, мужчина заходит, другие женщины заходят, все врачи заходят, смотрят. Нет, должен человек, который принимает, который помогает. И все. А у нас этого нету правил. Опять же, это условия шариата обязательно, обязательно это условия. Но в их книгах такое не будет написано. Если даже будет, они не будут, это как исповедовать. Поэтому мы видим, это противоречие шариату. А теперь вопрос вреда. Мы находим, что в больницах только большой вред несет от врачей. Если врачу деньги не дашь, он нормально не принимает, но не все могут дать. Или, например, если женщина, у нее процесс затягивается, они делают уколы вызывающие, быстро-быстро вытащат ребенка и домой вернутся. Потому что врач, его дома дети ждут, семья ждет, а ему неинтересно, который там ребенок сейчас родится. Он быстро свое хочет дело сделать и убежать с этой больницы. То есть, хочу сказать, то что эти врачи не уповают на Аллаха. Эти врачи не начинают с именем Аллаха. Эти врачи не чувствуют, что этот ребенок один из людей, который будет, иншалам, мусульманным и будет нести ислам. То есть, значит, отнестись к этому ребенку точно так же, как к себе ты отнесешься. К своему ребенку. Из-за этого этим людям как довериться после этого? Значит, из-за стороны шариата то, что на самом деле в больнице мы видим очень много, что можно упоминать, если реально зайти и изучать, что там происходит. То, что я говорю, это то, что я услышал, говорю. А если еще заходить и изучать, что там происходит. Что касается дома, не принцип, чтобы это было дома, а принцип, чтобы это было по шариату. И сегодня, когда дома происходят роды, мы должны учитывать, что по закону наказать могут людей. То есть, если в кафирских государствах, вообще они могут наказывать. Потому что это как бы это опасность, если ребенку он мог умереть, и вы перешли границы, могут наказать родителей за это. И также хочу сказать, то, что братья, когда такие вещи слышат, удивляются, как это дома родить. А что такого? Например, здесь в практике среди студентов, я знаю людей, которые принимали это. Почти до тысячи человек человек принял роды. Только дома. Зашли, быстро сделали и вышли. У нас это настолько стало чирало воспринимаемым действием, когда говорят дома родить. Из случаев расскажу. Один брат в одной комнате уроки читается с джамаатом, а в другой комнате его супруга родный процесс едет. Сама себе приняла. Урок закончился, братьев проводил и смотрит ребенок уже готовый. Ну, это, это было, вот это вот, это есть история по Сане Николасовне, когда родился. А именно, она зашла себе домой, она зашла в дом, родила. Посмотрите на пророков, у них что было? У них то же самое было. Это табиа. Это человек, Аллах создал человека, чтобы он мог родить. Им уже такие процедуры, сколько денег уходит, всего лишь, чтобы человек, когда отправил в больницу, у многих большие расходы уходят. Вот эти деньги на пути Аллаха лучше пустить, чем на эти вот эти процедуры. но учитывая тоже, братья, чтобы опять же не попадались, как я сказал, могут наказать. Вы должны учитывать это, то, что вы можете попасться. Вы должны учитывать обстоятельства, чтобы люди, которые могут помочь твоей супруге, действительно, они имели опыт. То есть, это не означает, что вот любая забежала сейчас дома, а что, принимая роды. Это означает, что если есть возможность, если взять все причины, не проблема дома принять роды. Если взять причины. Понимаем, да? И значит, результат, как я изначально сказал, неправильно ругать тех, которые говорят, дома нужно, или неправильно ругать тех, которые говорят, только больница нужна. На самом деле, должны смотреть, чтобы соответствовало шариату, и чтобы соответствовало здоровью матери и ребенку. Значит, процедура, чтобы была правильная. Аллаху алим. Значит, посланник Аллаха, салям, Аллаху алиху ассалям, родился. Здесь хотелось бы остановиться тоже из тех чудес, которые произошли в этой процедуре. Значит, в одном из хадисов пришло, в хадисов много пришло, какие чудеса были во время родов. В одном из хадисов пришло, то, что Амина сказала, когда посланник Аллаху ассалям, только вышел, только вышел, из него вышел свет, который осветил запад и восток. И доходит то, что свет дошел до замков Шама. То есть, сколько километров, тысячи километров свет протянулся. То есть, с выходом посланника Аллаху алиху 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 ассалям, вышел свет. Это одно из чудес. Пришли многие другие, очень много пришло разных чудес, которые, большинство из них недостоверные. Большинство из них, которые недостоверные Также из чудес, которые пришло, а это, проводят Байхаки, то что Хасан Нусабид говорит, я был маленьким ребенком, мне было 7 или 8 лет. Я понимал, что мне говорят, и я слышал, что говорят. То есть, когда понимал все то, что слышал, и понимал то, что видел, и я услышал то, что один из евреев, Ягуд, кричит. Ну, всех Ягудов подзывает к себе, чтобы они подошли, и когда они пришли, они сказали, что ты кричишь? И он говорит, сегодня вышла звезда Ахмада, то есть, посланник Аллаха, саллиллаху ассалям. То есть, в эту ночь родится Ахмад. Они знали, потому что в их книгах было написано, признаки прихода последнего посланника. И Ягуды в этот день увидели эту звезду. В другом предании, в другом хадисе приводится, Ибн Хаджир его сделал хорошим, Фатху-ль-Бари, то, что Ягуды в эту ночь, когда посланник Аллаха, саллиллаху ассалям, родился, Ягуды спросили у кораишитов, арабов, среди вас родился ли какой-нибудь человек? Они говорят, нет, никто не родился. Ну, вернее, не знаем. Они говорят, узнайте. И они начали между собой смотреть, и узнали. То, что родился человек. И после этого, когда новость дошла до Ягудов, евреев, они пришли к ним, посланнику Аллаха, саллиллаху ассалям, и увидели. И когда увидели его, они посмотрели, между лопатками увидели эту печать пророческую. И один из евреев упал в оморок. И когда он очнулся, ему сказали, что случилось с тобой? Он говорит, пророчество ушло от нас. Евреи хотели, чтобы пророк был среди евреев. А он был послан, пророчество было послано к арабам. И они расстроились, что не к ним это было. Значит, это из чудес, что на самом деле они знали, что придет последний пророк. И как приходит в преданиях, то что они изучали свои книги, говорили своим детям, что придет пророк. Но когда он пришел, из-за зависти не приняли его как посланника последнего, саллиллаху алихи ассалям. Это из чудес, которые вкратце были во время того, когда он родился. Значит, следующее, а это после того, как он родился. Пришло в преданиях, в слабом хадисе пришло то, что мы знаем, когда ребенок рождается, у него есть, как бы сказать, трубочка, если не ошибусь, это правильно называется. Может, трубочка называется, это как бы с пуповины. Она идет, протягивается длинная. Оттуда поступала ему вся пища, когда он находился в животе. И проводится то, что посланник, когда родился, эта трубочка была обрезана. Когда ребенок рождается, врачи сами обрезают. Однако эта трубочка была сразу же готова, обрезана. И из тех медицин, которые сегодня говорят, то что медики на самом деле сразу обрезают, потому что им неинтересно ждать несколько часов. Одно из, как я слышал, медики говорят, требуют, чтобы оставляли несколько часов, потому что в этой трубочке еще и находится пища, которая будет полезна для ребенка, и необходимо оставить. Но однако посланник Алассов без нее был. Указывает ли это на то, что медики правы в этом случае или нет, это уже не к нам. Следующий вопрос идет, а это он родился обрезанным, то есть обрезание у него сразу было. То есть мы знаем, ребенок, когда рождается, ему нужно делать обрезание. Но у посланника Аллаха, саляму Аллаху, сразу он родился без этой проблемы. Некоторые у аляма сделали этот хадис хорошим, но некоторые другие, как Ибн-Ул-Каим и Ирак, сделали его слабым. И что касается обрезания, кто сделал посланнику Аллаха, саляму Аллаху, обрезание? Некоторые, одно из мнений, ему сделал обрезание Джибриль, сам ангел сделал обрезание, после того, как он к нему пришел, и мы до этого дойдем, этот случай, когда будет раскрытие груди. В этот день же он ему сделал обрезание. Одно из мнений. Второе мнение обрезания сделал Абдул-Муталеб, его дедушка сделал обрезание. Также из мнений, как мы сказали, а он родился таким. Он родился таким. Поэтому вопрос обрезаний, мы видим, в этом вопросе есть хиляф между улами. И здесь я хотелось бы затронуть, немножко затронуть вопрос, связанный с рождением ребенка, а это давать азан или икаму в ухо. Почти единогласное мнение там идет, то что эти хадисы слабые. Давать азан и икаму в уши детей, после того, как он родился. Однако, фукага, уляма упоминают эти хадисы в разделах фикха. И в Нур-Каим тоже, когда упомянули этот раздел, указав то, что на самом деле слабые. Но в нем есть мудрость. Первое, что услышал, это ребенок слова Всевышнего Аллаха. Есть мудрость там. Также, то что джинны не могут оставаться во время азана. Они убегают. И поэтому, если ты в этом, как только родился, сделаешь азан, нету проблем Аллаху Алим. Но и в тот же самый момент, сказать, что это сунна, как мы видим, в этом вопросе слабость. Особенно вопросов икама. Икама, чтобы дать, там больше идет слабости. Также вопросы акики, по мнению большинства, это желательно сделать, по мнению большинства ученых, акику, хоть второе мнение этого вопроса, нежелательно делать акику. Большинство разрешило. Что касается протирать голову ребенка кровью, если ты пустил кровь в животное, взял с этого животное кровь, и обмазываешь голову ребенка, то пришло за это действие, в некоторых хадисах, на запрет этого действия. Обмазывать своего ребенка кровью. Во-первых, это кровь на джаз. Кровь на джаз. Как ты можешь на джаз чистить, терять ребенка? Поэтому это халатность. Мы помним, ну, по крайней мере, я помню, как-то у нас было принято, если человек порезался, или еще что-то, пить свою кровь. Наверное, каждый помнит, или кто-то, может, сталкивался. Пили свою кровь, если ты порезался. Это как бы процедура, как бы, чтобы быстрее зажило, или не знаю, с чем это был, как аргумент связан. Аллаху алям, пили. Эту джазу, ее нельзя пить. Ее надо по-другому останавливать. Точно так же, как ты не можешь любую другую джазу выпить, точно так же ты не должен эту джазу пить. И поэтому, эти вещи, это скверная вещь. Эта скверная вещь с шариатом, она порицается. Не говоря уже картинки, которые мы сегодня видим, некоторые люди пытаются, как бы, показать свою дерзость по отношению каферов, расчленяют каферов, и потом публично пытаются ее, как бы, что, частью тела кусать. то есть здесь со многих сторон шариата нас не соответствует. За это вообще наказывают по шариату. С разных сторон. Это разум человека не понимает. Даже животное не делает с человеком такое. Животное не подходит к человеку. А этот человек подошел к человеку. Поэтому по шариату такого нельзя делать. Потому что, во-первых, это наджаса. Во-вторых, расчленять человека нельзя по шариату. В-третьих, публично это делать. То есть, когда человек делает грех публично, наказание семейства, чем когда человек делает отдельно. И такие халатности, она сильно бывает у людей. Это не дерзость. Дерзость будет тогда, когда она будет соответствовать шариату. Там, где ее нужно проявить. Также, ломать кости. Вот, закололи животное, акику сделали. Можно ли поломать потом кости этой, например, барашки? Валимы говорят, нету проблем. Хоть там пришло, в некоторых слабых, слабых преданиях пришло, чтобы не ломали кости. Ученые говорят, слабость этого хадиса указывает на то, что на самом деле нет такого. Поэтому, если ты не поломал, не проблема. Если поломал, тоже не проблема. Самое главное, что будет более вкуснее. Если поломать кость, будет вкуснее, то поломай тогда ее. Теперь вопрос имени. Посланник Аллаха, саллиллаху алейху асалям, когда дали имя? Имя Посланника Аллаха, саллиллаху асалям. Пришло то, что Амина, она сразу отправила человека, чтобы Абдульму Талибу сообщили, что у нее родился ребенок. И когда он услышал, он прибежал, обрадовался, взял его, обнял, пришел к Абе и начал благодарить Всевышнего Аллаха, то, что он дал ему внука такого и назвал его Мухаммад. Здесь мы видим, то, что имя было дано, в этом предании имя было дано в первый день. Теперь посуне, когда называть ребенка имя? Когда давать человеку имя? В одном предании приводится посуне в первый день давать. Посланник Аллахсарсон в одном месте дал сам имя в первый день. В одном предании приводится в третий день. В одном предании приводится седьмой день. Ибнур-Каим говорит, этот вопрос широкий. Кто как хочет даст. Хочешь первый день дай. Хочешь другой день дай. Нету никаких проблем в этом вопросе. Конкретики такого шариата обязательно так. Оно нету. Пришел посуне да, он в первый день давал и ему дали первый день в этом предании. Можете давать в первый день с такой стороны. Также здесь вопрос, я думаю, можно упомянуть, а это относительно менять имя. Вот у нас братья принимают, когда вот начинают намаз делать, меняют имя свое. Можно ли или нет? Аллаху а'лям. Улама упоминает этот вопрос менять имя. И на самом деле если человек просто взял поменял имя, по крайней мере я еще не наткнулся, кто-то из улама говорил, что это харам делать. Взял человек, просто поменял имя. Напротив, Ибнол-Каим когда упомянул раздел, когда меняется имя, он упомянул правило. А это то случай, когда человеку неприятно бывает имя. Вот имя неприятное. Вот такой русский, особенно у русских. Например, Костя. Ну куда годится Костя? Это же неприятное просто имя. Чяжело просто слышать это слово. Поэтому есть вещи, которые на самом деле не принимает он. И человек не хочет такого, чтобы его так называли. Это как, скажем, кличка унизительная. Потому что мы знаем, есть в исламе раздел кличек. Теперь имя менять просто так. Ибнол-Каим упомянул, когда человека не принимает табиа, натура не принимает такое имя, можно поменять. Также упомянул раздел дать два имени. Хорошо, если даже не поменять. второе имя дай. Не проблема. Просто, конечно, два имени, когда будет, тяжело будет понять, о ком речь идет. Ты будешь путать как бы ситуацию. Но тем более, если есть нужда, нету проблем. Тем более, если в этом есть нужда. Поэтому здесь я с этих сторон. Я не вижу, я не видел такого раздела, когда у алима говорят, есть раздел харам менять обязательно, когда нужно менять. Я не видел такого раздела, чтобы человек просто так поменял, чтобы в этом есть Тахрим, кто из алима такого говорил. И со стылью шариата нету какой проблем, потому что ведь это просто алим, а это признак. Как узнать человека? Ты так его назовешь, так назовешь, это ничто не даст. Просто всего лишь это имя, и не более. Это всего лишь имя, и не более. Из-за этого здесь если есть масляха, если есть какая-то польза, поменять имя, никакой проблемы нету. Что касается вопрос кличек, давать кличку, шариат не запрещает, если тот человек, кому дали кличку, он не будет возмущен. Если человеку давать кличку, он не возмущен, не проблема. Но есть вопрос, когда у алима говорят, есть кличка, которая людям не нравится, однако в истории оно было. Амаш, например, хромой, неприятный же, но известный он. Есть клички, они вместо себя известны стали этой кличкой. Поэтому если человек в таком случае говорит, если говорить о спознателье, а алима некоторые разрешают в таком случае. Муравей, например, кличка. Может человеку не нравится, но само как кличка муравей, ее по-разному можно понимать в своем сути смысла. Муравей бывает сильный муравей. Муравей мы знаем, они сильные. Но однако народ, когда говорит муравей, он не понимает как сильный, он понимает его как маленький, как муравей. Понимаем, да? Поэтому здесь клички вопросов, оно как бы стоит обязательно, чтобы человеку нравилось. А если не нравится, ни в коем случае нельзя. Также здесь надо знать, то что есть, на самом деле, эта кличка стала настолько распространена, известна, по-другому, никак не знает. С такой стороны, если человек сказал, чтобы всего лишь понять, о ком речь идет, то некоторого улема это допускали в этом случае. Только строго в этом случае. Значит, у нас получилось то, что посланник Аллаху саллиллаху алейхи вассалям назвали Мухаммад. И здесь нужно подметить, что Мухаммад не было известным именем у арабов. Как некое переводит то, что в те времена можно было на пальцах посчитать у арабов, кто был под именем Мухаммадом. На пальцах можно было посчитать. Из-за этого так таковой в основе она не была известна это имя Мухаммад. И здесь асма, имена посланника Аллаха саллиллаху 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 некоторые их перечисляют. Имена у посланника Аллаха много. Да, много имен. Но большинство, как Ибн-Улкаим и Ибн-Улхаджар сказали, большинство это сифа, качество его, а не имя. Некоторые довели почти до тысячи. То есть имен. Некоторые там до ста. Столько и столько у Всевышнего Аллаха. Некоторые там до трехсот. Это на самом деле его качество, которое он ими владел. Например, мутавакель. Тот, который уповает. Это качество на самом деле он имел это качество же. Садык, который говорит правду. Он имел это качество, да? Понимаем, да? Поэтому имена, когда мы заходим, ульяма упоминает очень много имен. И Всевышний Аллах сам говорит Мухаммаду Расулуллах. Валладина ма'аву ащиддау аляль куфар рухамма убайнахум. Мухаммад, посланник Аллаха, Всевышний Аллах сам сказал Мухаммад. Те, которые рядом с ним, они суровы к кафирам и мягки к себе. То есть это правило. Всевышний Аллах ставит правило. Они относятся к кафирам со злостью, гневом и мягко относятся друг к другу. Также из имен А это Ахмад. Как Иса сказал, после меня придет Ахмад. Также из имен то, что посланник Аллаха сам упомянул и в этом хадисе пришло то, что пять даже имен у него вышло. Одно из именем, которое он сам назвал себя тоже Аль-Махи. Махи это стирающий. Он объяснил, имеется ввиду посланник Аллах стер ширк. Аль-Хашир. Хашир это тот, кто собирает вокруг себя на судном дне посланник Аллаха вокруг себя соберет всех людей. И также Ахмад это последний пророк Мухаммад эти имена они соответствуют реальности в том, что у него было. Мы обратим внимание, наши имена которые, братья, когда мы например человека называем Карим, Карим что это? Это щедрый. Наши имена не соответствуют нашей реальности. Если человека зовут Карим, он щедрый переводится, он щедрый. Это может быть не щедрый, он может быть скупым, жадным, но его зовут щедрый. Однако если посланник Аллаха как бы ты ни назвал, это соответствует его реальности. На самом деле он достоин этого имени. Поэтому все имена, которые они есть, они соответствуют его реальности. Так же из тех качеств, которые Олема упоминает набил Тауба. То есть он был пророк, который всегда делал Тауба. То есть он был примером, хоть ему Всевышний Аллах просил все грехи, он постоянно делал истехфар. Так же из тех качеств, которые упоминает, и здесь на самом деле набил Тауба большой плюс, что для нас самое легкое это наше уме Тауба. Нам легко было, нам легко сделать Тауба. Любой человек, который грех сделал, ему ничто не стоит сделать, покаяние, и он очистился от этого греха. Мы знаем, до посланника Аллаха для них было тяжело сделать Тауба. Даже в некоторых местах Бану и Страиль, Всевышний Аллах, чтобы принять их Тауба, они должны сами себя убить. Человек хочет сделать Тауба, то есть покаяние от греха, иди убей сам себе. Это тяжело. Однако нашей уме это легко. И имея ввиду, то что нашей Уме Тауба покаяние намного легкое. Это что? Просто чтобы человек больше к этому не возвращался. Искренне сожалеть свое действие. Искренне сожалеть. Процесс большой не стоит. Однако мы видим, до нашей Умы был очень тяжелый процесс. Конечно не у всех одинаково было. Не у всех одинаково было. Также из качества которые у поминут Аддахукуль Катталь Ибн Каим говорит эти два слова одинаково надо говорить. То есть Дахукуль Катталь это имеется ввиду много смеется по Сан Николасу. То есть он всем мусульманам смеялся, улыбался. И тот же самый мусульман всех кафиров уничтожал. То есть эти два качества должны были в нем быть. То есть здесь указывает на то, что милость для людей когда мы говорим Посланник Аллаху был милостью для людей не мешало давать другое качество то что он воевал с кафирами. И это есть милость. То есть это и есть смысл милости. Поэтому когда человек говорит Посланник Аллаху был милостью для людей и потом с этим никто не спорит. Но потом когда начинает после этого слова свое понимание понимать что такое милость для людей вот здесь мы будем спорить. И поэтому ты когда утверждаешь что такое милость после этого не переходи и молчи. Я думаю милость так имеется ввиду он не мог так делать как это он мог так делать а как он не мог так делать. Вот здесь уже это твой разум. Поэтому милость была и то, что он враждовал с каферами. На какой степени это зависело от времени? Это зависит от времени и от обстоятельств. Понятно, да? А что мы видим и понимаем, что имена посланника Аллаха, они не просто были имена, они слили большой за собой смысл. Ну, теперь посмотрим, братья, относительно мудрости, того, что посланник Аллаха был сирота, и он был без отца. Почему Всевышний Аллах посылает его таким? Нет у него отца, нету поддержки. Только мать. Мы заметим, Иса, алейхиссалям, тоже был столько с матерью. Муса тоже только был с матерью. И как Всевышний Аллах сказал, «Восстана только ли на все». Я тебя выбрал для себя. То есть Всевышний Аллах говорит, я тебя выбрал, отобрал. То есть воспитал его. Сам Всевышний Аллах на себя его взял. Когда отец есть, и он кафир, он может повлиять на его религию. Отца не было. Всевышний Аллах его просто направил на правильный путь без отца. И была только мать. И здесь у алямах говорят, какую большую роль играет мать. Также, когда они говорят, что это большую роль имеет в исламе мать, почему так говорят? Потому что мать большинство смотрит за ребенком. Это очевидно, да. Но здесь еще прибавляется проблема, когда не только просто мать смотрит за ребенком. Когда бывают еще обстоятельства, когда мужчин просто убивают. И мать уже не только просто большинство времени смотрит за ребенком. Она остается только с ребенком. Это к чему? К тому, что человек, например, говорит, или человек выступает. Будь человек выступает, который за ислам говорит, да, да, делает. Будь человек своей семьи, которая что-то говорит. Нету разницы. Будь то сын своему, отец своему сыну говорит. Или муж своей жене говорит. Или человек, который выступает перед публикой. Любит ругать. Или ругает. Или его просят ругать. И здесь, да, надо понимать. Не смысл ругать. Кого б ты, чтоб не поругал. Никогда, человек, оно не изменится. Пока ты не будешь понимать, из-за чего эта проблема, за что ты его ругаешь. Ну, ладно, ты поругал. Ведь смысл не поругать, а смысл изменить. А ты не изменишь, пока не поймешь. Поэтому, когда человек выступает, говорит. Почему люди не делают то? Почему братья не дают там асадака? Или почему братья там не помогают братьям? Ну, ладно, проблема. Если поругал, проблема не изменится. Почему как раз таки это ты должен отвечать? И большинство не возвращается проблема тем, кому ты говоришь. Это либо твоя жена, либо твой ребенок, либо публика. Большинство возвращается к тому, кто говорит. Либо ты что-то не так делаешь, либо ты не искренний, либо ты не умеешь что-то делать. Поэтому в больших случаях происходит проблема в самих людях, которые говорят. И сколько бы человек ни говорил, от твоих слов ничто не изменится. Только знаете, что произойдет? На 2-3 дня батарейка вот заряется, вот классно сказано, и все. И дальше что? Не смысл классно сказано или как сказано? Смысл на самом деле ты реально изменил или нет? Как опять же мы поставили. Мы должны понимать, чтобы изменить, нужно понимать проблему. И решать ее, и не просто, и не жаловаться, и не ругаться. Поэтому это очень важно, понимать, чтобы мы решали проблемы. Также здесь хотелось бы, например, сказать, как в примере, один брат, это у меня то, что было. Я как бы за людьми смотрел целый год, студентами. И когда за студентами смотришь, новые приезжают, новые приезжают. И ты видишь, когда кто-то новый приезжает, и один из новичков приехал, братьев. Зашел в тот круг, в который уже долгое время происходит процесс воспитаний. И он начал на них как-то влиять. И потом они пожаловались мне. Он, брат, вот так, вот так портит наш джамаат. Они пожаловались мне. И этот брат, когда узнал, что они мне пожаловались, он начал ругать их. И обзывать, вы утки все. То есть имеется в виду, сдаёте мне. Я когда сел потом, мне сказали, что он их ругает утками. Я сел, когда я и сказал, в шариате есть такое понимание, когда ты до человека доносишь что-то. Есть, и раз обязательно нужно донести, например, ты узнаешь, что сейчас брата убьют. И ты должен пойти сообщить ему, чтобы он был внимательным. Ты сделаешь это? Сделаешь. А почему в этот момент себя не посчитаешь уткой? Нет, есть места, где нужно это сделать. Обязательно. Есть места, где просто необходимо тоже на самом деле, желательно, скажем, по терминологии. Значит, есть места, где надо желательно сделать. Вот это место человек заходит в джамаат и портит джамаат. Поздно ложится, поздно встаёт, есть свой режим, он портит весь джамаат. Этот пример, когда я говорю, это не означает, что только на этот пример нужно смотреть. Нужно этот пример отпускать на свою местность уже. Такие же проблемы и там, везде они происходят. Я, когда объяснил человеку, есть разница между уткой, когда человек идёт говорить что-то, и есть разница, когда человек идёт на сверху делает. Совет хочет сделать. Поэтому человек посоветовал всего лишь. Он всего лишь посоветовал. А не стал уткой или ещё кем-то. И перед тем, как даже я с ним разговаривал, я должен понимать, что за этот человек. Я понимаю, что за этот человек. Этот человек только приехал. Я целый год с людьми занимался, исправлял. Теперь новенький из Дагестана приезжает со своими понятиями, со своими интересами или ещё что-то. Это осталось, и он заходит в свой другой круг, который уже был изменён немножко. И перед тем, как с ним разговаривать, нужно было столько сделать вступлений, столько процедур, чтобы потом я уже прямо сказал эти слова. Поэтому, если бы я первый день ему сказал бы, знаешь, ты, ты проблема. Ничего я не решил бы. Он бы обиделся, ушёл бы. Я бы тоже потерял бы немного своего брата. Поэтому перед тем, как что-то ты говоришь, когда ты увидел то, что тебе не нравится, ты должен подготовить людей, чтобы тебя поняли. Есть брату? Скажи одно слово. Он сразу поймёт. Есть брату, чтобы одно слово сказать, нужно года ждать. Потому что он сложный характером. Потому что капризный, слабый. О, там столько наступлений делать. И когда говоришь, нужно все максимально стороны убирать. Там, не подумай, брат, вот так. И только не подумай и так. И не подумай так. А подумай только так. И там он уже тогда улавливает. И чтоб не обиделся он на тебя. И ещё столько надо ждать этого времени, периодов. Оттуда намёки давать от одного брата, другого брата намёки давать. Потом, быть может, он изменится ещё. А потом, быть может, не изменится. А есть брат? Скажи, побойся Аллаха. Он сразу перестаёт делать этого. Ему хватает это слово одно. Отсюда отталкиваюсь и перехожу то, что я хочу сказать. Сегодня то же самое. Особенно если у братьев проблемы, у женщин, то тем более проблемы. У женщин тем более проблемы. Потому что женщины чуть слабые. Как пример скажу. Сколько женщин, наши жёны, слушают напоминание Всевышнего Аллаха? Просто. Или даже по-другому скажу. Если жёны не слушают наши уроки, вообще уроки не слушают, просто задать вопрос жене. Давай слушать такие уроки. Быть может, она тебе понадобится, изменишься. Потому что на самом деле уроки изменяют человека. Просто посмотри на реакцию жены. Есть жёны, которые даже слышать того не хотят. Какая реакция? Ей интересна кухня, одежда, шмотки. Напоминание, послушай. Нету интереса. Это большая проблема. Эта проблема, знаете, где она проявится? Когда у вас уже личные проблемы с женой будут, вон там вы эту проблему увидите. Как это побоет? Когда ты жене скажешь, побойся Аллаха, она тебя посмотрит, скажет, что это такое. Но прямо не скажет, но смысл будет понятен. Почему? Потому что она никогда лекцию не слушала, что есть такое понимание, бояться Аллаха. И как это бывает? И ты раз, мне же нужно говоришь, побойся Аллаха, что ты меня не слушаешься? А потом ты уже увидишь, что у тебя жена. Кто такая твоя жена? Ни воспитанная, ни в религии ничего не понимает. Когда ты религиозный вопрос шариатовский говоришь, это так. Ей неинтересно слышать. И отсюда вам. Когда же женщины, большая часть женщин, так и получается. Очень много такое бывает. Красятся. И когда ты здесь ей скажешь, не кращься, она недопонимает, о чем ты говоришь. Где ты находишься? Или кивнет головой, но на своем останется. Потому что она себя не воспитала, братья. Вы не воспитываете. Большинство, масса людей не воспитывает. И не делаете причины, чтобы воспитали. А потом в один день развод даете. Неправильно. Ты сделал причины, чтобы изменить ее. Ты взял ли причины, чтобы эту женщину изменить? Скажу по-другому. Когда человек говорит, когда человек говорит, брату, брат, твоя супруга, не по шариату одевается, или не по шариату делает поступки, например, красится и выходит. Брат, можно сказать, не влази мою жизнь. Это моя личная жизнь. Я бы согласился бы. Но я могу по-другому сказать. Тогда, брат, не вмешивайся в наше общество. Потому что твоя жена наше общество. И она портит наше общество. Я не буду вмешиваться в твою жену, тогда, когда ты почему-то с ней развелся, или почему-то с ней поругался. Но когда твоя жена в общество портит наших других сестер, тогда, извини, по шариату это обязательно вмешивается. То есть, по-другому скажем, это ты вмешиваешься в шариат. Из-за этого это неправильное мышление, когда человек реагирует, что ты вмешиваешься, или еще, что ты смотришь на жену. Да не вопрос смотреть не жену. Вопрос становится так известно, что смотреть не надо. или это видно очевидно, или это слышно очевидно. Поэтому, и потом, когда муж проходит домой, зачем ты накрасиваешься, когда выходишь? Или зачем ты одеваешь облегающие вещи? Начинаются аргументы. Но это мало покрасилось. Вопрос, что понимается по словам немножко покрасилось? Где эти границы? Нету этих границ. Одна понимает немножко покраситься там, я не знаю, что с ней происходит. Другая чуть скромней. У всех свои понимания. Откроют эту дверь, никто ее не закроет. Потом одеваются. Облегающие одеваются. Вопрос, зачем? Ладно. Есть облегающие одеваются, или красятся холостые, есть замужние. Так холостая. Холостая, зачем это делать? Мы, наверное, можем понять, хочет выйти замуж. Ну, наверное, будем предполагать. Ну, как бы ни было, она ошиблась. Ну, причину мы можем понять. Хотя бы это здраво... Ну, логично, да? Наверное, замуж хочет выйти, как-то оделась, посмотрит на мою фигуру, меня возьмут. Ну, как-то это... Это, ну, разумом понять можно, хоть это не соответствует шариату. Но она точно так же должна понять, что точно так же, как она сделала шаг к несоответствующим шариатам, точно так же может такой же человек, несоответствующим шариатам, ее и взять. Имея в виду, когда женщина хочет себя показать, она хочет только, чтобы на ее внешность построили и ее взяли из-за внешности. А есть хорошие мужчины, которые не смотрят на эту хорошую внешность. Однако смотрят то, что пасаник Аллаха сказал, а это в сердце смотреть, религию ее. И брат, когда смотрит на это сердце, он смотрит так ее религия и ее нравы. Когда он видит ее религию прекрасную и ее нравы прекрасные, и потом видит ее внешность не такая прекрасная, он на это закроет глаза. Но когда он видит внешность прекрасная, но религия и нравы ужасные, он не сможет ее взять. А если он возьмет, быть может, он сам так из таких же. А больше скажу? Если мы посмотрим, те братья, которые построили только на красоту, большинство из них разводятся или нормально не живут. И это логично. Ты живешь с женой, она ужасная, тяжелая, но она красивая. Какой-то миг ты наслаждаешься, какой-то миг ты просто, сердце у тебя находится в тяжелом состоянии. И поэтому смысл шариат возвращается в сердца людей. И поэтому женщина, когда хочет, чтобы за него вышли замуж, она хочет, чтобы хороший муж был. Но что ты сделала такое, чтобы за тебя хороший вышел? Поставила себя некрасиво? Как один из братьев, когда хотел на одной сестре жениться, когда увидел, что он на всех этих сайтах сидит, там в фейсбуках, везде со всеми переписывается, он не женился на ней. Потому что он был на самом деле хороший брат. Он говорит, как я могу на таком человеке жениться, который каждый ее обписал и извесил? Человек так тоже мыслит. Поэтому она должна тоже понимать, что ее могут по-другому оценить, не так, как она изначально хотела. И Аллах может наоборот даже и наказать ее так. Поэтому мы видим большинство, когда же люди только смотрят на эту красоту, они разводятся. Мы должны смотреть на сердца людей. Это было холостая. А теперь вопрос задастся. Женатые. Зачем это делать женатым? Просто муж задает. Есть причины на самом деле. Либо муж не видит то, что жена делает, либо жена обманывает. Муж на самом деле не видит этого. Ну, вышла. Не заметил муж. Или оделась облегающим. Муж не знает. Или, может быть, одежды нет у них. Тоже разумно. Согласен. Нужно находить оправдание, если нет у человека одежды купить. Но это не означает, что все время носи ее. Максимально быстрее должен купить другую одежду. И поэтому, когда женщина так одевается, там просто вопрос задастся. Тем более замужняя. Зачем это оделась? Чтоб ее взвесили, что ли? Посмотрели на нее. И потом поучится. Она не из религиозных и не из джаэлев. И не там, и не там. Музадзабина байна дарик. Ля и ляга у ля, ва ля и ляга у ля. Как Всевышний Аллах о мунафигах говорит, лицемеров. Они колеблятся. И не с мусульманами, и не с кафирами. То же самое здесь. И не раздетая, и не одетая. Определись все-таки. Поэтому это качество, оно просто вопросов много задается, и не понимаешь ответов. И здесь сестры должны, очень-очень важно, чтобы они изменяли себя. Это ваджиб, это является обязательным. И муж, чтобы изменял свою семью, это тоже является обязательным. И эта тема связана с нашей темой. То, что пророки были с матерями. И то, что ваши дети с матерями останутся. И потом, если ваша мать так ходила, неужели она своей дочери по-другому скажет? Или дочь, неужели будет смотреть на мать, по-другому будет расти? Такая же будет расти. То есть, это значит болезнь, которая переходит и на других тоже. И еще больше удивляешься, когда женщина еще пытается себя оправдать. Не, ладно, она сказала бы, да, я ошибаюсь, я делаю харам, и не будьте мне подобными. Другим. Нет. Она еще считает, что она права. И становится примером для других. Это еще больше становится для нас проблемой. Поэтому здесь, братья, халатность ни в коем случае нельзя, братья. Потому что мучта моего общества будет портиться. Наши дети будут портиться. Другие жены, для них она фитна будет. Жены обычно сразу спрашивают, а вот почему-то у брата, жена же так оделась, или так же накрасилась, или такой поступок сделал. Это сразу у них основной аргумент бывает. Братья, вы портите этим самым общество. Поэтому здесь максимально должны полностью смотреть, как ваши жены выходят. Искать причины, почему они так делают. Быть может, что-то влияет на нее. Перед тем, как ей сказать, измените эту проблему. Посмотрите, что вокруг нее происходит. Внимательно изучите ситуацию. Не зная положения, не зная это, тоже нелегко это все изменять. Может, ну раз время требуется, но, как минимум, вы должны понимать, это на вас ответственность лежит. На мужей лежит эта ответственность. Аллаху Алим. На этом, иншаллах, завершим. Это указывает на то, что важность матерей, важность женщин, насколько оно влияет на общество, насколько оно влияет на детей. Ахи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok